В столице Узбекистана и Зангиатинском районе Ташкентской области на прошлой неделе были задержаны свыше 100 местных жителей в возрасте от 20 до 60 лет. Мужчин и женщин доставляли в РОВД Зангиатинского района и в ГУВД Ташкента и подвергали допросам. Как сообщает информационное агентство Фергана от председателя инициативной группы независимых правозащитников Узбекистана и ГНПУ Сурата Икрамова, накануне в офис и ГНПУ обратилась группа женщин. Они заявили, что с раннего утра 14 ноября в их дома вторгались сотрудники Зангиатинского РУВД Ташобласти и Ташкентского ГУВД, которые проводили обыски, оформляли протоколы и задерживали граждан, не предоставляя им при этом копии протоколов. Все сотрудники органов внутренних дел, предположительно отделов и управлений по борьбе с терроризмом и экстремизмом были в гражданской форме. Со слов одной из женщин ее допрашивали о месте нахождения родственницы, находящейся в розыске с 2008 года, по обвинению в посягательстве на конституционный строй и создании или участии в религиозных организациях. В доме у другой задержанной, Дилдоры Акзамовой, в течение одного дня трижды провели обыск. Силовики задержали ее сына, 23-летнего Насруллоха, которого избили в ГУВД. Муж женщины Файзулла Акзамов с 2001 года отбывает наказание за свои религиозные убеждения. В 2014 году ему добавили еще 16,5 лет лишения свободы, а его брат Шукруло Акзамов, также осужденный по религиозным мотивам, в 2006 году после жестоких пыток скончался в тюремной больнице Сангород в Ташкенте. К 8 часам вечера 16 ноября задержанных отпустили домой, кроме пяти мужчин и двух женщин, которых содержат в следственном изоляторе ГУВД Ташкента. Сурат Икрамов сообщает, что в ИГНПУ продолжают поступать заявления о задержаниях близких родственников верующих, являющихся фигурантами так называемого «Черного списка» Службы национальной безопасности, СНБ, в который занесены неблагонадежные верующие и лица, находящиеся в розыске из-за своих религиозных убеждений. Субтитры создавал DimaTorzok